Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Фёдорова на канале Звёздные секреты. Мы по крупицам собираем любую информацию о народном артисте мира Димаше Кудайбергене. Особенно приятно читать компетентные отзывы о певце именно от специалистов и музыкантов, которые беспристрастно могут оценить певческий талант Димаша. Предлагаем вашему вниманию интересное интервью от портала закон.кз с известным певцом Александром Серовым. Очень приятно, когда журналист, берущий интервью, знаком с творчеством певца, корректен и его вопросы интересны. Напомним, что в прошлом году Игорь Яковлевич Крутой собрал на своем юбилее в турецком Бодруме весь цвет российской эстрады и, конечно же, Димаша Кудайбергена с родителями. Там и состоялась первая встреча Димаша и Александра Серова. Они оба выступали на этом празднике, виделись и общались друг с другом. Было множество совместных фотографий Димаша, его родителей и Серова на торжественном юбилее. И мы помним ту радостную реакцию Димаша во время исполнения песни Серовым «Я люблю тебя до слез», когда он пел эту песню прямо с Игорем Крутым. Сколько радости и задора было в глазах Димаша в эти минуты. Как вы заметили, снимал всю эту эпическую картину. Конечно, народный жизнеописатель Крейзи Макс, за что ему отдельное спасибо. Так вот, теперь мы наконец-таки узнаем, что думает Александр Серов о творчестве Димаша. Как оказалось, он куда больше знает о Димаше, чем другие его коллеги по цеху, а его компетентность вызывает только уважение. Итак, давайте ознакомимся с этим интервью. На российской эстраде Димаш считается номер один. Народный артист России, певец, аранжировщик, дирижер, композитор, поэт, музыкант, инструменталист Александр Серов прибыл в Казахстан с сольными концертами. Корреспонденту «Закон Казе» удалось взять интервью у исполнителя таких хитов, как «Ты меня любишь», «Как быть», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез», «Звездопад» и других. Игорь Крутой сейчас работает с казахстанцем Димашем Кудайбергеном. В интернете даже есть видео, где Димаш исполняет кавер-версию вашей песни «Я люблю тебя до слез». «Да, я буквально год назад узнал, кто такой Димаш», – ответил Серов. Игорь мне, кстати, не говорил, но когда дошли слухи, как он разворотил Китай, тогда я обратил внимание и послушал. Конечно, я был ошарашен тесситурой Димаша, ибо это феноменально. Я думаю, это феноменально до такой степени, что Игорь написал ему песни, но, опять же, Димаш интерпретировал их так, что они просто выворачивают душу, нервы и все, что хотите, если можно так выразиться. Поэтому, безусловно, Димаш может стать мировой звездой, и никто этому не удивится, потому что такого, по-моему, в мире мы еще не слышали. Есть ли идея однажды на концерте спеть с ним дуэтом эту или другие песни из вашего репертуара? В этой связи я хочу сказать, что сейчас Димаш с кем-то поет дуэты, но я пока не его оппонент, который может с ним спеть дуэт. Ему сейчас не до меня, да и у меня идет работа над альбомом. Но, безусловно, может быть что-то в перспективе, даст Бог силы. Если что-то получится, может, будет интересно. А пока он просто набирает серьезные обороты. На нашей российской эстраде он уже вообще считается номер один. Он просто потрясает дворцы спорта, и я думаю, что еще дальше будет интереснее. До меня дошли слухи, что после концертов в Америке Димашем заинтересовались продюсеры из американских музыкальных синдикатов. Вам удалось лично познакомиться с Димашем Кудайбергеном? Какой он в жизни? Да, мы были в Турции на 65-летнем юбилее Крутого. Он пригласил многих артистов. Я пел все хиты, которые мы сделали с ним за 35 лет. Песен 15, если память мне не изменяет. Когда я выступил, спустился, меня Игорь в зал пригласил. Ко мне подошел Димаш, пожал мне руку, я его поблагодарил за выступление. И тут же подошли мужчина с женщиной, начали меня благодарить. Это были родители Димаша. Я был счастлив, они сказали столько хороших слов. В свою очередь я им сказал, что их сын феноменальный певец, что он перевернет пол мира. Была теплая встреча, после концерта мы еще пообщались. Это очень скромные люди, особенно Канад. Замечательный отец, очень душевный, но тихий. Не раздувающийся ни в коем случае от того, что у его сына успех. Все скромно и еще раз скромно. Вот это мне очень понравилось. Казахстан просто кладезь талантов. В свое время появилась потрясающая Роза Рымбаева. И вот наступил момент, что должен был кто-то через столько лет занять место на пьедестале, на котором стояла она. И этим человеком оказался Димаш. Возникали ли творческие разногласия у вас с Игорем Крутым? Советовали ли ему в какой-либо песне вы поменять, к примеру, мотив или слова? Ну, например, потому что считали, что ваш вариант лучше. Или банально, чтобы было удобнее петь. Постоянно, на протяжении 25 лет, все время мне задают вопросы о том, какие у меня отношения с Игорем Крутым. Да нормальные отношения, ровные. Игорь просто погряз сейчас в своих, так сказать, проектах. У него много дел, рабочих вопросов. И по новой волне, и по песне года, и с детьми у него работа. И, соответственно, написание песен требует времени. Конечно, мы мало встречаемся, но постоянно перезваниваемся. И у нас прекрасные отношения. Что касается моей помощи ему в решении песен, то да, конечно, помогал, когда уже было известно, что ту или иную песню буду исполнять я. Тоже корректировал ее, делал так, как удобно моему исполнению, моей манере и так далее. Не всегда, конечно, получалось, но, в принципе, эта штука важная. Чтобы ты не просто дубово встал и выполнил все, что тебе сказал композитор, а именно внес свои коррективы. Особенно это было в раннем творчестве. Возможно, успех песен и был связан с тем, что я делал аранжировки, клипы. И в этой связи песни Игоря зазвучали, может быть, тоже с какой-то изюминкой, несмотря на то, что он, безусловно, талантливо написал их. Александр, какая песня из вашего репертуара самая любимая для вас лично? Любому певцу задайте такой вопрос, он никогда не скажет, какая у него любимая песня из его же репертуара. Я не просто певец, но и музыкант, аранжировщик. Мучаюсь над каждой песней, когда ее обрабатываю. Истязаю себя. Периодически себя ненавижу, потому что хотел сделать так, а потом кажется, что все не так. Можно было сделать лучше. Все мои песни сделаны с отдачей. И уже его величество зритель, слушатель, решает, какая из песен ложится ему на слух, западает в душу сильнее. Друзья, напомним, это было замечательное интервью известного певца и музыканта Александра Серова порталу закон.кз. Спасибо ему за добрые слова в адрес нашего любимого артиста Димаша Кудайбергена. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдодия Федорова на канале «Звездные секреты». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok